Привет, с вами снова я, Валерия. Я очень надеюсь, что видео о моем дневнике номер 8 с комментариями вот такое вот красивое, с гирляндой. Я надеюсь, вам понравится. Да. В общем, да. Видео с комментариями. И давайте начнем. Прошлое видео о дневничке я удалила. Стрела с фокусом проблемы. В общем, да. Потому что мне не понравилось просто, как там отснято. Начнем. Значит, да, вот его. Кто не успел снять, то видео или не успеет посмотреть во влогах. Вот. Обычный тетрадь на пружине, на 96 листов, которую я обвила картоном и скотчиками. Вот. Кстати, ребят, у меня неплохое качество в телефоне. У меня просто какие-то проблемы с фокусом. Вот. Вот. Сейчас хорошо. И вот. Так же. Тут тоже скотчики. В общем, начнем. Не знаю даже, как это все дело положить, чтобы гирлянду видно было. И здесь все хорошо видно было. В общем, начала я его 19-го, 10-го. Здесь мой поцелуй. Такая вот, кстати, наклейка. Вообще так мне понравилась. Классная. Такой вот песик. Имя дневничка Оливия. Дальше тут товары, которые не должны прийти с сайта Алиэкспресс. Вот это все, что осталось. Это все пришло. Всего, кстати, их было 24. Вот. Здесь, собственно, начальная страница. Здесь нет ничего так просвечивает. Дальше. Анкета бы у меня небольшая. Первая запись. Кстати, запись я никак не замазываю. И хорошо, достаточно видно. Поэтому надеюсь на вашу просто добросовестность. Пожалуйста, их не читайте. Ну, а вообще, те, кто прочитает, скажу вам, что те, кто читает, в общем, это просто знак плохого воспитания. Вот и все. А, да. Значит, здесь вот. Сначала, кстати, в так дату просто писала. Здесь билетик. И вот такие билеты очень редко стала видеть. Поэтому я приклеила. Здесь такой рисунок. Я это называю веселые квадраты. Вот. Потом начала вот так дату писать. Здесь опять-таки просвечивает. Ничего не написала. Здесь нужно было мне много писать. Многим поделиться. И я вот никак не оформила. Сейчас что-то я уже дневник давно не... Ну, не то, что недавно. Просто как-то мне писать совсем не хочется. Пишу через силу последнее время. В общем, не хочется. Это вот текст песни. Которые я прямо заслушала до дыр. Это вот тоже две записи. Здесь у меня такая вот формула любви. Да. Дальше переписка. Здесь я вручила дневнику медаль за то, что его никто не читает. Это значит, что дневник будет верным. У меня есть такая традиция. В общем, через несколько записей. Не помню, через сколько уже. Да, такое тоже бывает. Если дневничок никто не прочел, значит, этот дневник верный. И он будет хранить мои тайны. Ему можно доверять. Он получил эту медаль. Им можно гордиться. Здесь опять переписка. Да, я переписки не вклеиваю. Я их переписываю. Да. Здесь вот у меня переписка с уроком. Ее не хочется открываться. Сопротивляется. Что-то как-то. Снова записи. И тут тоже переписка с уроком. Я вот так вот ленточкой оформила. Ку-ку. Фокус. В общем, ладно. Да. Дальше здесь такие вот две записи с текстовым делителем рамочкой. В общем, здесь нам закончилась первая четверть. И были каникулы недели. Вот поэтому я написала школа. Прочай на неделю. Я была просто счастлива. Кстати, неделя пролетела безумно быстро. Да. Здесь я написала, как можно так долго выбирать сапоги. Там мама с подругой выбирала. Помогала подруге выбирать сапоги. И, короче, это было очень долго. Я просто все там измаялась с ними. Здесь на такой карточке написано. Я уверена, что неделя каникул пролетит как один. Максимум два дня. И осознавать это очень печально. Так и было, кстати. Опять записи без оформлений. Здесь этикеточки. Здесь мне что-то купили. Я не помню, что. Сейчас давайте посмотрим. Тут скрепка и заделано, потому что... Чтоб не мешалось, не болталось. Скрепочку уберем. Значит, вот это вот. Мне купили тапочки. Всего 195 рублей стоили. Это я уже не знаю, что за 500 рублей. И здесь мне купили шарф 750. Да. И пока что это делается вот так. Потом я снова вот этой скрепочкой зацеплю. Дальше написано Hello November. И я знаю, что Hello я написала неправильно. И пожалуйста, ничего по поводу этого не пишите. Да. Дальше написано здесь. Папа, ты дома? Вот. В общем, это... Как бы... У меня папа очень часто ездит почти каждую неделю в командировку. И вот он приехал. Почему-то я так радостно это оформила. Вот. Именно когда он был в этой командировке, я почему-то очень по нему соскучилась. Не знаю. Хотя я уже привыкла, что его постоянно нет. Дальше здесь три номера. Это 644, 672, 671. Кто смотрел один дома, два и вообще один дома, тот знает, что это за цифры. Также фраза главного героя. Это... Эй, я тут смотрю. Ем гадость. А ну запретите мне. Написано I am house one. Типа я один дома. Не знаю, мне с английским плохо. В общем, здесь тоже записи без оформления. Здесь вот жетон Звездные войны. И я тут их собираю. Вот. Я тут вкладываю все, которые, когда нам попадаются. Дело в том, что мы в магните очень часто раньше закупали. Сейчас мы там вообще уже почти не закупаемся. Поэтому у меня мало жетонов. Все, что тут лежало. Это лежит... Три отзыва про три фильма. Фокус. В общем, ладно. Первый фильм. Это Тайная жизнь домашних животных. Я поставила пять из пяти. Второй. Это Рамона и Бизус. Тоже пять из пяти. И Рождественская ссория. Три из пяти. Вообще не понравилось. Ужас какой-то был. В общем, у меня четыре жетончиков. Да. Значит, первый. Это номер двадцать один. Штурмовик смерти. Второй. Номер тридцать два. Это Под Энакина. Девятнадцатый. Это Дарт Вейдер. И последний, двадцать второй. Это Крейник. Вот четыре жетона. Кстати, я не буду покупать для них альбом. Считаю это глупой затей. Вот. Значит, пока это оставим. Потом я это все уберу. Дальше. Значит, хочу полетать на воздушном шаре. Потому что я хочу полетать на воздушном шаре. Вот. Дальше здесь я пыталась сопротивляться сну. Но все-таки я уснула. Вот. Это как бы типа сим. И действия спать не нажимают. Потому что я не могла. Я себя пересиливала. Но я не могла. Тут вот тоже какая-то запись. Тут вот один день остался. А тут одна ночь. Вот. Тут расписание моего крысика. Ну, только до его кормить. Такой милый кармашек, в котором лежит переписка. И все, по-моему, да. Дальше. Тут у меня... Да, смотрите, какая крутая запись у меня. Доброе утро. И на этом запись заканчивается. Дальше. Здесь у меня кактус Джордж. Снова текстовый делитель. Тоже без оформления. Hello, Dicamber. Вот. В общем, Hello, Dicamber. И это было написано недавно. Да. Снова запись. Здесь было 26 дней до Нового года. 6,5, чем быть котом. Дальше тут я запись не дописала. В общем, 24, 25. Да. Здесь почему-то я пропустила. Вот эта вот запись за сегодня была. То есть, видите, я вообще не могу писать рисунок. Вот. До школы... Ой, до какой до школы? До Нового года 16 дней. Вот. В общем, все. Сзади у меня форзат, кстати, недоделанный. Вот. Значит, что у меня сзади? Во-первых, это немного наклеек. Вернее, остатки. Такие. Три. Груша с... С... Вот эта штука. Как он? С арбузом. Я забыла просто. Извините. И все. Наклеек больше нет. Так что давайте посмотрим, что здесь еще есть. В общем, это вот вырезки разные. Да, я не знаю, зачем, но я вырезала вырезку похороны. Ну, ладно, пусть будет. Дальше здесь такой кармашек, в котором очень миленькие распечатки. Сейчас я вам их покажу. Они реально очень миленькие. Вот несколько из них. Это очень много вот этих котиков. Они мне просто очень понравились. Также вот такие цветочки. Вот такие цветочки. И еще там разные цветочки. Но в основном здесь вот эти котики. Они мне прям очень понравились. Да, давайте я уже все высыплю. Все-таки. Как бы, да. Также тут еще есть вот такие бабочки. Вот такие, вернее. Такой цветочек. Они все почему-то плохо пропечатались. Вот такая бабочка. Да, классные. В общем, такие миленькие, маленькие распечатки. Гирлянду не видно. Дальше. Тут еще цветочек попался. Это мой шифр. Потом несколько переводных рисуночков. И еще котик. Такая вырезка. Такая. Я не понимаю, зачем они. Несколько вот этих вот листочков. А именно три штучки. Такие красивые для записи. Это было все. Я надеюсь, что гирлянда вам понравилась. Смотрите, какая она красивая. Я надеюсь, что вам понравился такой вид съемки. Если вам нравится, когда я показываю дневники с каким-то фоновым информацией, или обязательно поддержите эту идею пальчиком вверх. Всем до новых встреч. Пока, ребят.